Всем добрый день! У меня ребятишки гуляют где-то на улице там. Ваня, Марина, а Света за ними смотрит. Я же ботинки Кате заклеила. Не ботинки, а кроссовки. Помните черные кроссовки, что я недавно покупала? Так вот, вся вот эта черная подошва, которая красивая такая была, она вся отклеилась. Вообще вся. Просто. Че, Ваня? Гуляешь? Молодец. Машинку нашу. К Тайсон они тут пришли. И вот все-все-все, что можно было, оно отклеилось. Сейчас все мы это приклеивали. Это че они такое? Сюда все игрушки стыскали. И даже собачью эту притащили. Снег почти весь растаял. Да, Тайсон? Надо собачью эту унести отсюда, а то потом я ее не найду. Переноску. Ой, мячики и все сюда стыскали. Кошмар. Мне самое главное переноска собачья. А то они ее взяли. Эти. Переноску. Погода на улице замечательная. Я сейчас хочу на веранде немного перебрать все, что можно выкинуть, все, что можно оставить. Там, потому что сейчас скоро будем из комнаты мебель выносить. Там надо немного мебели освободить место. И мы сейчас со Светой будем там немножко собеждать место, чтобы установить потом мебель. Потому что скоро будем стелить продолжать линолеум в маленькой сначала комнате. А потом, когда совсем тепло на улице станет, мы будем стелить в большой комнате у девчонок. И я вот не знаю, чем-то. Хочется другую мебель там поставить, чтобы получилось больше места в комнате. Ну как это сделать, я не представляю просто, ребят. Надо из переноски мячики достать. Ваня сюда все мячики скидал. Так что вот такие вот у нас дела. Курии наши гуляют там уже. Мы их выпускаем. Сейчас покажу, кстати, куриво. Видите, в этом загончике они у нас вон там гуляют. Тут снега в огороде-то еще много, вообще много. Там, видите, везде все снег. Тут еще тает и тает снегу. Ужас. Ну ничего, растает. Ну вот там вот немного более-менее тает. Сейчас пойдем в грядки посмотрим. Видите, как хорошо. Вот здесь вот, где мы ходили, тут тает быстро. Ну и понемножку начинаешь раскидывать снег. Наши курии гуляют там. Если открыть, Петрович на меня нападет. Вот, наверное, да? Мы на день их так делаем, а на ночь на замок закрываем. Ой. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не. Я вас выпускать не хочу. Я вас так хочу посмотреть. Не-не-не, Петручча, иди отсюда. Не-не-не, все. Я боюсь. Я боюсь Петручча. Сейчас закрою и пойдем дальше с вами. И пойдем в ту сторону. Ну, тут, видите, тает. Вот не знаю, она ничему же уговаривает, которые у нас рамы вот там, вот видите, стоят. Говорю ему вот сюда вот поставить парник, чтобы мне удобно было шланг дотянулся и полил. Но он опять здесь не хочет. Здесь, говорит, ну вот там вот нормально, мне кажется, было бы для парника. Ладно, идем смотреть, что у меня дальше в огороде. Так, тут шланг спал, а тут-то растаивает потихоньку. Ну, тут еще тает и тает. Я вот хотела посмотреть, там у меня цветы вылезли. Там у меня цветы вылезли. Что за цветы вылезли? Сейчас посмотрим. А вот они, видите, цветочки повылазили. Разные. Вот эти два ряда я садила, а тут, по-моему, чеснок садила или лук. Да, вот начинает уже вылазить. Вот, видите, вылазит. И вот вылазит. Потихоньку. Что-то вылазит. Посмотрим, что будет, что нарастет. А дальше еще не растаяло. Так что ждем, когда растает все. Дорогие друзья, помните, я говорила вам про щенков бездомных? Вот они. Тут их куча целая. Там просто они спрятались. То наши соседи в огороде они. Но это бездомные щенки. Может, кому-то нужны, пожалуйста. Давайте найдем вам хозяев. Они, кстати, на овчарочек походят. А, ну вот сколько смогла, приблизила. Дальше не могу приблизить. Ну вот там их целая куча. Там их целая куча съедит. Господи. Может, кому-то нужны щенятки. Вот такие вот уже большие. Если кому надо, обращайтесь. Будем очень рады. У нас, ребята, день. Время. Света, сколько время? Я не посмотрела, сколько время. Короче говоря, решила я постряпать кексы. А у меня дома ни сухофруктов, ни цукатов никаких. Нет, ванилина нет. Пошли мы в магазин, да и хлеб заодно купить. Куплю сейчас цукаты какие-нибудь. Хочу кексы на кефире сделать. Если кому интересно, то оставайтесь. Пойдем купим все, что надо. И будем стрякать. Так что вот такие вот дела. Если вдруг кому-то вам нужны щенки, обращайтесь, пожалуйста. Очень хотим найти им хорошую семью, где будут они расти. Дорогие друзья, сходили мы в магазин. Взяла то, что хотела. В целом, что взяла, так, на женскую принадлежность показывать не буду. Две булки белого купила. У нас хлеб быстро всегда заканчивается. Купила, ребята, соевый соус. У меня закончился. Взяла обычный. У нас тут выбора нет. Обычный классический, чтобы в холодильнике стоял. Также доча попросила у меня купить сыр. И знаете, что это взяла? Лук-сивок немножко. Хочу дома посадить вот здесь, чтобы зелень росла. У меня тут растет лук-зелень, но быстро выщипывается. Дальше. Я уже вам говорила, что я хочу постряпать кексы. У меня есть простокваша домашняя. Для этого взяла ванилин. Слушайте, ванилин дорогой. 13 рублей один пакетик. Вот это в этом пакетике. Сколько? 2 грамма. Вот вообще ничего. По сути, это даже чувствоваться не будет. И взяла мармеладки для выпечки. Хочу кексы сделать. Также взяли мы мандаринчики. Сейчас дам. Зелень, лук с укропом взяла. Потом взяла пекинскую капусту. И взяла огурчик. Сейчас объясню, для чего. Оксане на окружающие надо сделать, собственно, самой салат. И заснять это или на фотографию, или на видео. И отправить учительнице. Или же распечатать и в листовочку специальную приложить. Вот Оксана будет делать сама салат. Дальше. Потом взяла еще цукаты. Тоже для кексиков. Будем сегодня стряпать кексы. Ладно. Я сейчас все это уберу. И будем готовить кексы. Дорогие друзья, решила испечь я кексиков. У меня Марина давно уже кексики просто читает. Сегодня как-то не могла постряпать. Что мне понадобится? Увидела тут рецепт на кефире. Вот смотрите, вообще легкий рецепт. Тут кефир, масло растительное надо, сахар, мука, разрыхлитель, яйца и сливочное масло для смазывания формы. Я взяла все, но в большем объеме. Как понимаете, у меня семья большая. Кефир, сахар, масло, яйцо, разрыхлитель и мука. И сейчас будем делать. Что в первую очередь я сделаю? Я взобью яйца с сахаром. И еще добавлю сюда немножко ванильного сахара. Который я также предварительно купила. И все это взбью. Взбивать сахар надо в тех состояниях, пока не растет. Сейчас творится весь сахар. Как обычно я проверяю. Я просто беру вот отсюда. И если крупинки у меня чувствуются, значит еще взбиваем. У меня еще они чувствуются, значит взбиваем дальше. Сахар я взбила вот до такой пенки. Видите, вот она увеличилась в объеме немного. Я рукой взбивала, потому что миксер что-то у меня не работает. Может придет, посмотрит, может починит его. Вот сколько смогла взбила. Сейчас продолжаем. Что делаем? Вливаем сюда кефир. У меня кефир свой домашний молоко заквасил. И вот получился как просто кваша. Также добавляем сюда вот эту вот смесь. Сейчас все это тщательно перемешаем. И сейчас нам надо сюда добавить 2 стакана муки. Я буду сразу через кружку просеивать. А между этим еще добавлю сюда немножко разрыхлителя. На 2 столовые ложки разрыхлителя. 2 чайные ложки. Я вот тут у меня в пакете сколько есть, весь добавлю. И будем просеивать. Надо было из пакета сразу достать, неудобно одной рукой. Вот, сейчас я вам сейчас просеем. И будем сбалтывать. Субтитры сделал DimaTorzok Так, дорогие друзья, вот такой консистенции у меня получилось тесто. Но я хочу не просто кексы сделать, а сделать с цукатами и с мармеладками. А для этого мне нужны помощники для того, чтобы нарезать. Потому что они будут очень крупные. Сейчас мы с Оксаной их будем резать и добавим в тесто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, мы с Оксаной нарезали мармеладки и цукаты. Целую кружку. Сейчас будем их засыпать в тесто. Так, сейчас будем понемножку засыпать и перемешивать. Чтоб оно равномерно по всему тесту у нас распределилось. Ой, сразу высыпалось. Ну, ничего страшного. Оно все равно засыпется сюда. Ну, кушай, кушай, Ванечка, кушай. Вот так вот. И будут у нас кексики с цукатами и с мармеладками. Напишите, с чем вы любите. У меня просто дети изюм не любят. Да и изюма пока нету. Поэтому мы купили цукаты. Сейчас будем с Оксаночкой дальше продолжать укладывать форму. Еще хотела спросить у вас советы. Подскажите, вот как вот это все отмыть? Ну, не отмывается постоянно. И вот не знаю. Ну, ладно. Сейчас мы с Оксаной возьмем ложечки и будем укладывать в форму. И потом будем выпекать. Все, форму мы с Оксаной и с Машей заполнили. Отправляем в духовку на 180 градусов, минут на 25. А там уже, смотрите, конечно же, каждый по своей духовке. Отправляю в духовку. Хочу еще часть кексиков сделать в бумажных стаканчиков. У меня раньше были силиконовые поштучки. Знаете, вот такие фикс-прайсы есть. Но у меня они, к сожалению, все изорвались. И уже пришлось покидывать. Надо купить, кстати. И у меня есть вот такие вот с сердечками. Есть вот такие вот. И есть еще вот такие вот. Вот будем сейчас с Оксаной заполнять. Первая партия уже выпекается. И будем дальше выпекать. Так что вот так вот продолжаем стряпать. Дорогие друзья, наша первая партия кексиков готова. Видите, у меня форма маленькая, поэтому они получились очень маленькие. Катя, разломай, пожалуйста, один кексик какой-нибудь напополам. И покажи, какой он внутри. Вот такой вот. Видите? И, кстати, покажи маникюр, как тебе сделала Света. Света, на Кате учится делать маникюр. Вот так вот получается. Да? Ну, показывай. И Маше она сделала маникюр. Видите? Девчонки у меня молодцы. А вторую розовую ручку сделала. Очень красиво. И вот такие вот кексики у нас получились. А разломи еще вот эту, Катюш. Тут сто пудов будет. Какая-нибудь это... Ягодка внутри. Да, вон, видите? Внутри мы положили мармелад и цукаты. Ну, все. Пойду деток обаловать. Вторая партия кексов испеклась. Сверху, видите, уже прям сверху цукаты положила. Так более-менее красиво. А то прям вообще... Ну, вот видите, формочки маленькие. Они поэтому маленькие, но зато вкусные. Да, Маша? Маша, вкусные? У меня еще остался мармелад и цукаты. Детки так доедят. И это вот всем, кто пьет чай или кушает, всем приятного аппетита. Ребята, извините, буду шеваться. Хотела спросить. Напишите, чем вы любите кексы внутри? С цукатами, с изюмом или какая-то особенная у вас есть начинка? Напишите. Может, что-то мы для себя возьмем. Да, Оксана? Интересная, вкусненькая. Детки бегают, кушают. Вкусные, довольные. А у меня Марина давно просила кексы. А я что-то... Смотрю, у меня просто кваша стоит трехлитрового банка. Ну, вот я сегодня постряпала. Завтра можно будет постряпать что-нибудь новенькое. Я этот рецепт увидела в интернете на кефире кексы. И вот решила и сделать. Ну, у меня правило, вместо кефира домашняя просто кваша. Но это тот же самый кефир. Поэтому ничего страшного. Ладно, стряпаем. Дорогие друзья, пока у меня последняя партия кексов выпекается, я натыкала лук. Я знаю, что вы сейчас скажете. Настя это очень часто посадила. Но это дома для зелени. Поэтому пускай будет так. И да, все, обещаю вам показать абаканские помидорки. Вот, смотрите. Я их садила уже поздно. И вот такие вот они у меня были. Абаканские, розовые. Такие вот они у меня выросли. Ну, в принципе, ничего. Растут. Пусть растут. Скоро пикировать буду стаканчики. Мне подписчиков написала, торфяные стаканчики сделать. То, что их потом можно сразу в землю. Ну, вот не знаю пока. Сейчас все порью и уберу. Все, пусть растет и радует глаз.